Эксперты Владимирской ассоциации рестораторов отмечают, эпидемия COVID-19 нанесла тяжелый удар по индустрии общепита. Сначала вынужденное закрытие, затем снижение посещаемости. Из-за коронакризиса в прошлом году закрылось или сменило формат порядка 10 заведений. Однако большинство крупных кафе и ресторанов осталось на плаву. Но пока их показатели к допандемийным значениям не вернулись. В целом по отрасли мы наблюдаем некое снижение и по посетителям, потому что нет массового туризма, нет событийных мероприятий, банкетов проводится меньше. Собственно, свободное посещение по аля карт, тоже есть некое уменьшение гостей. Но нас выручает, спасает то, что все-таки такой выездной туризм пока закрыт для основной массы. Поэтому все-таки гости выбирают и Золотое кольцо, и Владимир, Суздаль. Чтобы поддержать индустрию общепита и проводится данный конкурс. Он беззаявительный. Участниками автоматически стали все заведения, которые работают на территории областного центра, кроме международных и федеральных сетей. Лучших владимирцы смогут выбрать среди 26 ресторанов, 34 кафе, 14 баров и 4 сетевых заведений. В этом году их выделили в отдельную номинацию. По завершению голосования Ассоциация кулинаров подведет итоги конкурса. Мне кажется, здесь больше, конечно, участия. Понятно, это и диплом. Мы будем отмечать, мы позовем представителей администрации города. Ну, я надеюсь, будем праздновать в канун Дня повара 20 октября. Это больше знак внимания. Поздравить коллег, встретиться, обсудить какие-то проблемы, возможно, успехи в том числе тоже. Голосование уже стартовало и продлится до 20 октября. Отдать свой голос можно на сайте Владимирского гастропортала www.gastromap33.ru. Регистрации для голосования не требуется. Проголосовать можно за одно заведение в каждой категории. Таким образом, сами горожане могут определить лучшие кафе, рестораны и бары и поддержать их. Анна Столярова, Алексей Ковалев, телеканал «Вариант».